Приветствую вас, друзья! Ну, как вам сидится в карантине? Россия только вступила в эту фазу. Мы в Германии уже третью неделю сидим, и, судя по всему, конца этому карантину не видно. Я вижу сейчас большое количество русскоговорящих блогеров, которые только пытаются осознать эту ситуацию. Ну, а живущие в Европе уже, скорее всего, все передумали, перестрадали, перебоялись, и теперь просто сидят в надежде, что это как можно быстрее закончится. Поэтому вот для этой категории людей, кто особо не паникует и, так сказать, находится в расслабленном состоянии, что будет, то и будет, для этих людей я предлагаю сейчас немножко отвлечься от темы коронавирус, ибо надоело читать эти новости и как-то говорить об этом. Так вот, для времени карантина, мне кажется, самое лучшее, что я могу сделать для своих зрителей, это посоветовать несколько хороших фильмов. Меня давно об этом просили разного рода подписчики, просили назвать, например, какие-то хорошие книги, которые можно почитать на досуге, и в том числе хотели услышать, какие бы фильмы я порекомендовал для просмотра. И вот для тех, кто тоже настроен сейчас на философский лад, хочет немного подумать о житии, бытие, о том, что ждет нас в будущем, я предлагаю вам найти и посмотреть два фильма. Мой канал, как я предполагаю, несколько выбивается из общей обоймы, я не хочу сказать, что он лучше всех остальных, боже упаси, просто у меня, наверное, есть какая-то своя индивидуальная направленность, поэтому, естественно, я не буду вам советовать, допустим, смотреть какую-нибудь фантастику, экшен, не знаю, там, комедии для поднятия настроения, это, пожалуйста, другим, а я посоветую посмотреть людям, кто со мной на одной волне, два фильма, которые не оставят вас равнодушными. Они запомнятся и запомнятся надолго. В любом случае, когда вы будете смотреть эти фильмы, выключив телевизор, возможно, или монитор своего ноутбука, вы будете сидеть и находиться какое-то время в раздумье. Вот лично мне нравится такое состояние после просмотра фильма, когда я просто отдыхаю и смотрю какие-то легкие фильмы, это тоже полезно, но иногда хочется какую-то пищу для мозга. Вот как раз эти два фильма, которые я советую, они вам эту самую пищу предоставят. Первый фильм, возможно, многие уже видели, а может быть кто-то и нет, именно тем, кто этот фильм еще не видел, оригинальное название «Helloio» по-испански, и переводится оно дословно как «Отверстие». Я считаю, что этот перевод больше подходит, но, с другой стороны, понимаю, конечно, почему это слово не взяли для проката. Итак, фильм «Платформа». Это дебют испанского режиссера Гальдера Гастеллу Урутья. Если сказать, что вас этот фильм поразит, наверное, ничего не сказать. Посмотрев рецензии на кинопоиски, я нашел лишь одно такое нейтральное описание, что редко встречается среди критиков, фильм очень понравился. Самое простое описание этого фильма – это социальный кошмар. Что касается стиля, направления, в котором снят этот фильм, я думаю, стоит зачитать такую цитату. За полтора часа хрометража «Платформа» филиграмно меняет все жанры. Это и черная комедия, и драма, и арт-хаус, и динамичный боевик, и даже фантастический триллер с примесью антиутопии. Но по-настоящему «Платформа» вставляет только после появления на экране титров. В твоей голове ненароком остается множество непривычных для тебя вопросов. Жуткий, философский, остросоциальный, общественный триллер для зрителей с крепкими нервами. Насчет последнего я действительно хочу сказать, если вы изначально не настроены на просмотр фильма об острых социальных проблемах, то не знаю, понравится ли вам этот фильм и стоит ли его смотреть. Он действительно больше похож на хоррор, то есть на ужас, потому что то состояние, которое тебя охватывает во время просмотра, оно близко к этому. Но и в то же время, конечно, это глубокий философский фильм. Конечно, я не удержусь от краткого описания, хотя, конечно, по анту истории рассказывать не буду. Речь об некой шахте, состоящей из множества этажей, и каждый этаж – это как бы отдельная камера. В полу отверстие превращается в своего рода платформу, которая движется от верхнего этажа к нижним этажам. В камере находятся два человека, и они, не все преступники, некоторые из них попали в эту камеру добровольно, как, например, герой фильма. Он специально выбран с внешностью Дон Кихота, он должен напоминать Дон Кихота, так как то состояние, которое он привносит в эту тюрьму – это вот чистые воды Дон Кихотства. Кстати, посмотрев на него, я понял, что это в какой-то степени и обо мне, моем нахождении на YouTube, с какими мыслями я сюда пришел, с какими мыслями до сих пор здесь нахожусь, и все больше понимаю, насколько бессмысленно Дон Кихотство в наше время. Каждый человек, приходя туда, имеет право взять какую-то одну вещь. И сокамерник Дон Кихота делает правильный выбор. Он берет самозаточивающийся нож самурайский. А Дон Кихот, конечно, берет что? Книгу, книгу о Дон Кихоте. И они должны выжить вот в этих условиях. А условия, в общем-то, простые, казалось бы. На самом верхнем этаже готовятся изысканные явства. Каждый перед попаданием туда заказывает свое любимое блюдо. И вот на этом столе есть любимое блюдо для каждого. И если на самом первом этаже стол выглядит таким образом, как слева, то к нижнему этажу, естественно, платформа доходит, ну, просто даже не в таком состоянии, как справа картинка, а в виде облизанных разбитых тарелок, где даже кости съедены. Смысл в том, что если бы верхние этажи брали ровно столько еды, сколько им нужно, то еды хватало бы на все этажи. Потому что, еще раз, все сидящие в этой камере заказали свое любимое блюдо. Поэтому, если бы каждый брал только то, что принадлежит ему, соответственно, еды хватило бы до самого конца. Но в том-то и дело, что так устроена человеческая натура, что живущие сверху на верхних этажах едят в три-четыре раза больше, чем могут съесть. И, соответственно, лишая всех остальных еды, находящиеся на самом низу, им не достается ничего. Они вынуждены выживать. Один из героев фильма говорит фразу, которая описывает состояние нашего общества. Он говорит, что здесь все разделены на три части. Те, кто находятся сверху, те, кто находятся снизу, и те, кто падают. Ну вот, если человек не выдерживает этого состояния, посередине этой камеры такая шахта, куда в любой момент с одной стороны можно сходить в туалет, в камере нет туалетов, а с другой стороны можно, в конце концов, покончить с этой жизнью. И беспрерывно кто-то выбирает и этот путь. Ну и вот как будет выживать герой с Дон Кихотскими представлениями о жизни, что все можно поменять, что человек способен изменить ситуацию или подстроиться под нее, вот смотрите в этом фильме. Платформа – это испанский фантастический триллер-головоломка и придется по душе всем поклонникам захватывающих историй, в которых до самого конца невозможно предугадать финальную развязку. К тому же сам сюжет картины относится к остро-социальной тематике, где на первый взгляд кажется, что герои просто находятся в придуманном мире, но если проводить параллели с реальной жизнью, то отчетливо видны прямые отсылки к сегодняшнему положению, непростые взаимоотношения между народом и властью, а также личностных конфликтов между самими людьми, которые сегодня, находясь внизу, критикуют тех, кто наверху, а потом, если они получают возможность неожиданно подняться наверх, сами принадлежительно относятся к тем, кто оказался ниже их по уровню. Да, вот это действительно отражение человеческой натуры. Вот таким простым кинематографическим языком это передано в этом фильме, подчеркивая неприглядные стороны человеческой сущности, которая особенно хорошо раскрывается после слов о том, что люди снизу никогда не услышат, потому что они внизу, а те, кто сверху, никогда не захотят тебя услышать, потому что они наверху. В том и кроется весь ужас современного общества, а также скрытая мораль данного произведения. Посмотрев этот фильм, становится понятно об уровнях ада, на котором находится наше общество. Для того, чтобы на самом деле оценить рай, нужно опуститься на самый ад. Пройдет ли человечество подобным путем осознания, как в этом фильме, скорее всего нет. Мы не можем идти против своей натуры. Как сказал один из героев этого фильма, люди ели, люди продолжают есть и еще наверняка будут долго заниматься этим. То же самое, что и касается втаптывания в грязь тех, кто находится на нижнем этаже. И да, концовка в этом фильме неопределенно, как в основном в сложных философских картинах. Лично я свой вариант концовки угадал, как мне кажется. Хотелось бы услышать ваше мнение, те, кто все-таки найдут этот фильм и посмотрят. Напишите ваше мнение, чем фильм закончился. Это очень интересно, потому что, ну, например, в моей семье разгорелись дискуссии по поводу того, чем же фильм в конечном счете закончился. И у нас оказалось три мнения. Вот хотелось бы знать, какое у вас ощущение осталось после этого фильма и чем, по-вашему, этот фильм закончился. Второй фильм, который я хочу вам посоветовать. Кстати, не смотрите эти два фильма в один день. Все-таки растяните удовольствие, потому что после просмотра каждого фильма нужно время для того, чтобы разложить все в голове, так сказать, по полочкам. А может быть, еще вернуться в интернет, написать комментарии под этим видео. Я думаю, что и второй фильм вы быстро не забудете. Но в любом случае, я посмотрел этот фильм уже давно. Сейчас, получается, фактически три года тому назад. Ну и все равно до сих пор он у меня, например, в памяти. Этот фильм, который называется «Мама» или в английском в варианте «Мара», «Мать» и фильм очень неоднозначный. На фильм была совершенно потрясающая реакция критиков. То есть, в основном его описывали как гениальный шедевр и так далее. И в то же время простой среднестатистический зритель этот фильм не понял и не принял. Я не удивляюсь, почему так. Потому что, ну вот даже находясь сейчас в YouTube, вы, наверное, сами замечаете, какое большое количество информационного мусора, да, что, посмотрев 20-30 роликов, ты понимаешь, что люди, в общем-то, действительно, как и говорили раньше, 90% – это не просто глупые, а не хочу подбирать более жесткие слова, неадекватное население. И лишь небольшой процент, там 5 или 2% иногда говорят, такое креативное меньшинство, способное думать и рассуждать. Так вот, этот фильм для этого меньшинства. И даже это меньшинство, способное думать, тоже не сразу, не все сразу схватывают мысль этого фильма. Лично у меня это произошло после того, как я прочитал рецензию. Поэтому я не хотел бы, чтобы с вами случилось то же самое, что со мной. Я как бы попытаюсь вам немножко помочь или намекнуть, о чем этот фильм. Это очень сложно сделать, не раскрывая сюжет картины. Тем не менее, я вам скажу, что описание фильма, которое вы найдете, например, на любой странице, оно не совсем соответствует тому, о чем этот фильм. Я думаю, что это задумка авторов в том числе, чтобы при просмотре этой картины вначале у вас было ощущение, что вы смотрите обычную мелодраму или обычный триллер. И где-то через полчаса просмотра у вас начали закрадываться мысли, что что-то там не совсем так, как показано или как вам казалось в самом начале. Описание фильма короткое и простое. Непривычно короткое. В фильме показаны отношения молодой пары, которые оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости. Вот такое описание сюжета. Но на самом деле он многоплановый. И та подсказка, которую я хочу вам сказать. Два главных героя. Женщина играет ее Дженнифер Лоуренс. И мужчина Ксавье Бардем. Прекрасный и ужасный, как его в основном описывают. Фактура этих актеров абсолютно четко подходит под то, кого они изображают. Итак, это символичные образы. Кто она такая, это заложено в названии фильма. Подумайте о том, в отношении кого еще мы применяем слово «мать», в основном, когда мы говорим не о наших собственных матерях, а в целом. А он – это символ творца. Человек, писатель, художник, любой творец, который находится в процессе сотворения чего-то. Вот если этих моих подсказок вам хватит, начинайте смотреть этот фильм. И вы будете читать его, ну, как книгу, самую известную книгу на земле, самую популярную по количеству продаж до сих пор. Фильм стоит посмотреть и атеистам, и верующим людям. Потому что такой взгляд на главного героя, как в этом фильме, ну, лично для меня это необычный взгляд, и в то же время, по-моему, точное попадание в образ творца. И мне хотелось бы прочитать одну рецензию. Женщина пишет, и ее переуполняют эмоции после просмотра. Вот что она пишет. Чтобы фильм не показался бредом и неразберихой в происходящем, я бы рекомендовала прочитать описание или анализ фильма, так как некоторые не понимают истинный смысл и называют фильм дурацким, приписывая ему выдуманное еще более дурацкое трактование сюжета. После просмотра фильма у меня было желание, как обычно, начать обсуждать увиденное. Внутри все кипело. У меня лично попросту не было подходящих слов, чтобы описать то, что я увидела. Хотелось плакать. Вот честно. Стало невыносимо страшно от того, что все показанное – это не просто художественный фильм, а настоящая реальность. И минутное раскаяние, которое люди испытывают и просят прощения, ничего при этом не меняя в своем поведении, наверное, это и есть самое ужасное. Фильм однозначно рекомендую к просмотру. За очень долгое время этот фильм единственный произвел на меня сильнейшее впечатление и оставил осадок в душе. Думаю, что фильм «Мать» должен посмотреть каждый. Я тоже так думаю и, может быть, два раза, как это было в моем случае. То есть сначала я просмотрел, не подозревая, о чем фильм, потом прочитал рецензию, второй раз смотрел, уже зная, о чем фильм. И оба раза меня до глубины души поразил этот фильм. Действительно, если бы я писал рецензию, я бы тоже, наверное, начал ее со слов. Это шедевр. И, как в наше время часто бывает, действительно гениальные вещи проходят незамеченными в потоке огромного информационного мусора, где нам приходится вот так вот по крупицам выбирать, так сказать, жемчужины или бриллианты, которые, конечно же, все равно присутствуют в нашей жизни. Вот такие мои рекомендации на время карантина. Я не знаю, как вы ощущаете себя в первую неделю карантина, но вот в третью неделю самоизоляции я ощущаю себя склонным как раз к философствованию, размышлению, что будет дальше, что вообще нас всех ждет. И предлагаю вам тоже немножко абстрагироваться от плохих новостей и попытаться все-таки из этого времени извлечь для себя самое полезное, что мы можем извлечь. Это общаться со своей семьей, общаться со своими детьми, прочитать давно отложенные хорошие книги, найти хорошие фильмы, которые не просто засорят ваш мозг, а вот как эти фильмы заставят о чем-то задуматься, как можно больше гулять на природе. Вот я в данном случае каждый день выезжаю в лес, на озеро и получаю даже удовольствие от вынужденного сидения, так сказать, дома. Проблемы надо решать по мере их поступления. Я думаю, что после карантина у нас будет очень много проблем. Эти проблемы мы будем решать потом. А сейчас давайте наслаждаться жизнью, пока она у нас есть. Всего хорошего, мужества вам, дорогие мои зрители. Не отчаивайтесь. Все равно выход какой-то человечество найдет. Я верю в позитивный исход всей этой истории. Хотя, честно говоря, после просмотра таких фильмов начинаешь понимать, насколько все сложнее в человеческих взаимоотношениях, вообще в том, как мы живем на этой земле, как земля нас ощущает. И есть ли у человечества будущее, я не знаю. Посмотрите эти фильмы и возвращайтесь в тему. Напишите свои впечатления, пообщайтесь с себе подобными. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok